На Сахалине только что завершился фестиваль «Край света», где наш сегодняшний гость был председателем жюри. О том, что он увидел и кого наградил, узнаем из репортажа Анны Сергеенко. Охотское море, 20 километров до Японии, дальше Тихий океан и линия переменной даты. И вот уже четвертый год сюда, на край света, в августе, привозят кино, какое никогда не доберется до Сахалина в обычном прокате. И дальние окраины страны становятся актуальной площадкой для модного сейчас фестивального движения. А также модной благотворительности в лучшем смысле этого слова. Вслед за Ларсом фон Триером, Вином Дизелем, Чулпан, Хаматовой и прочими смелыми, в заразительном флешмобе, охватившем весь мир, приняла участие Ксения Рапопорт на берегу Охотского моря на острове Сахалин. А влиться водой со льдом, выложить видео в интернет, передать эстафету другому и перевести деньги в благотворительный фонд, как оказалось, именно вирусные ролики в новом веке лучше всего поддерживают гуманитарные акции. Сахалинский кинофестиваль с метафоричным и одновременно буквальным названием «Край света» тоже несет вполне гуманитарную миссию. Меняет имидж целого региона, где губернатор встречает гостей форума в демократичных джинсах, и где в этом августе можно было, укутавшись в хлеб и даже не вставая с личного транспорта, смотреть фильмы под открытым небом. Сто с небольшим лет назад на Сахалин привозили каторжников. Сейчас – хорошее авторское кино и звезд российского экрана. На Сахалине удивительная публика. Удивительная. Вот, если вы заметили, да, все время полные залы. Я обратила на это внимание еще когда была в жюри два года назад. И зрители ходят на все. Абсолютно. Независимо от того, японский фильм, корейский фильм, русский. Есть звезды, нет звезд. Они идут и смотрят. Им это нужно, им это важно, им это интересно. На Сахалине Ксения Рапопорт представляла фильм редчайшего для нашего кино жанра. Черную комедию «Зимы не будет» режиссера-ресторатора Ильи Демичева. Абсурдистскую историю про конец света, смерть, любовь и измену. Сама Рапопорт сыграла в ней гротесковую роль художницы, которая делает похоронные венки. В отсутствие режиссера актриса держала удар не перед журналистами, перед жителями города, которые каждый вечер собирались после показов на обсуждение программы. Составлены из того, что называется арт-хаусом, но для зрительского восприятия вполне доступного.